Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 26 июля и перед тем, как идти работать в огород, я хочу ответить на большинство вопросов, которые пришли в комментариях к вчерашнему видео. Вчера я собирала семена и сняла видео, как собрать семена со своих томатов, делала выемку. Так как эта тема очень актуальная, многие ей интересуются, потому что многие недовольны качеством магазинных семян. Пришло очень-очень много комментариев, и вот на некоторые вопросы, вы понимаете, что печатать мне, отвечать всем некогда, я сейчас отвечу вот так, прям на ходу. Так вот, тут некоторые пишут, что резать нужно поперёк, так удобнее, но я сразу скажу, что вот тот кто новенький, новичок, я вот по своему опыту знаю, я и поперёк резала, и повдоль. Качество семян от этого не меняется, кому как удобно, так тот и будет резать. Вот я привыкла так повдоль, я теперь уже и до конца жизни буду резать повдоль, но когда-то резала и поперёк, но поперёк я начинаю, но не важно, что мне не понравилось врезание поперёк, я режу повдоль. Самое главное, что вы должны знать, на качество семян повдольное и поперечное разрезание томата никак не влияет, кому как удобно, так и режьте. И вот пишет Любовь Лукьянова, что в принципе так собирала, только не сбраживала, думала, что это не обязательно. Вот именно сбраживание это очень важный процесс. Сейчас я долго не буду время терять, но я читала, что во время этого сбраживания вот эти вот бактерии, какая-то кислота-то создаётся, что они ещё и обеззараживают семена. Мало того, что я вчера сказала, что они вот эту желатиновую капсулу растворяют, такую вот, как это, ну как оболочка вокруг семечка такая склизкая, но вот они ещё как обеззараживают, и что всегда читаю, что нужно сбраживать обязательно. И на предприятиях, которые делают семена, они в больших баках прям всё это сбраживают. Вот смотрите, тут пишет девушка, если прошлогодние семена дали в этом году хороший результат, можно ли оставшиеся посеять в следующем? Конечно, можно. Всхожесть у томатов очень-очень большая, сейчас дальше ещё мы коснёмся, я буду о всхожести говорить. Вот тут пишет Ирина Голубцова, конечно, можно, даже нужно использовать семена, которые сделаны в благоприятный период. У меня взошли все до одного 10 лет недавности, а купленные якобы свежие 10 штук по одной-две, и то вообще не было всходов. Вот про всхожесть томатов. Да, вот пишет девушка Ирина, что взошли у неё все до одного 10-летней давности. Я могу вам гарантировать и вот точно сказать по своему опыту, что семена томатов, собранные правильно и хранившиеся правильно, потом про хранение поговорим позже, у них срок всхожести вот такой гарантийный 10 лет. Я храню и по 7, и по 8, и по 10, если вот мне нужно, например, не нужен этот сорт, я его не сею лет 5, потом захочу снова его возобновить, опять сею. Но тут я хочу заметить, я вот уже сказала, что семена должны храниться правильно, то есть они не должны отсыреть. И после 5 лет хранения я всё-таки посоветовала бы перед посевом замачивать уже со стимулятором. То есть они хранятся, они всхожие, но всхожесть падает. Как именно, вот как понять, всхожесть падает? То есть, если первые 5 лет вы замачиваете 10 семян, 10 и проклёвываются, то после 6, 7, 8 года из 10 посеянных могут зайти 7 или 6. Но это без стимуляции. И вот правильно советуют некоторые, что если у вас срок большой, хранение 8, 9, 10 лет, могут зайти не все, тогда просто увеличиваем количество. Надо нам 50 штук, мы сеем не 50 семян, а 80, например. И делаем скидку на большой срок хранения и на понижение всхожести. Ну а вот Ирина написала, что все до 1-10 лет недавно взошли. И такое бывает, и бывает очень часто. У меня тоже и 10 лет, и 12. Старые нашла дыни, эти дыни, вот, томаты, всё взошло. Вот сколько лет сохраняется всхожесть таких семян. Как раз я сказала, 10 лет, я вот тут пишу уже, я ответила ей. Но после 5 лет лучше замачивать стимуляторах перед посевом. Пишет Настенька, и Настя разные сорта. Да, это разные сорта, у меня именно Настенька. Есть Настя, Настюха, Настёна, Настенька. Они чем-то похожи, но есть какие-то различия. Но вот у меня именно Настенька. Так, вот тоже, это вот злободневная тема. Сколько лет могут лежать семена? Семена могут лежать 7, 8 и даже 10 лет. Вот пишет Антон Михайлов. Лет 5 точно, дальше всхожесть падает. Ну, вот он, как можно сказать, повторяет то, что я говорила. Но опять, если вы садите 15-20 кустов, посадите с запасом раза в 3. Отбирайте самые крепкие, а остальные, да. Ну, то же самое я и говорю. Большее количество семян посеем. Так, вот еще один вопрос, который очень часто, и в том году, и в этом году. Вы с гибридов собирали семена? В некоторых видео говорят, что можно, правда, уточнили, что со второй кисти... Ну, это, знаете, как вторая или... Я из гибридов никогда не собираю семена. Я один раз собрала, а у меня лежат, все не могу посеять. Но я по рассказам других огородников знаю, что на первый год, вот как на следующий год, нынче я собрала, на следующий год я могу посеять. И может так получиться, что он повторит материнские свойства. Но потом уже дальше все это, характеристики сортовые распадаются. И собирать семена лучше всего, конечно, только с сортов, с сортовых томатов, которые, как они называются, линейные, что ли, томаты, которые год за годом повторяют свои материнские качества. Характеристики не меняются. А гибрид, это вот, который F1 на пачке написан, я его никогда, во-первых, не сею, не выращиваю, потому что я собираю, занимаюсь сбором семян. Во-вторых, если даже вы один раз его посеете, нет гарантии, вам никто не гарантирует, что он будет точно такой же, как был у вас вот этот понравившийся. Его же обычно гибриды собирают из нескольких. Гибрид это и есть соединение нескольких сортов томатов и выведение вот нового гибрида. С него мы не собираем, не нужно с него собирать, он ничего не повторит у вас. Один раз вот может повезти, может быть, такой родится, но вам никто не гарантирует, может родиться совсем другой. Воду можно добавить в то, что мы вынем из семян для брожения. Я не знаю, я воду никогда не добавляла, лучше всего размять мякоть. Есть томаты, где жидкости почти нет. Но даже вот это вот мясо, томатное мясо, оно все равно какую-то жижку дает, и оно когда начнет бродить, оно будет жиже. Оно сначала вроде такое густое, как мясное, а потом все это перегнивает, оно все равно будет жидкость. Так, но это уже не про семена. Так, сейчас, если еще про семена есть какие-то вопросы? Ну вот тоже женщина пишет, что 10 лет назад делала свои семена, Гавриш продает по 12 штук, взошли не все, отобрала самые крупные, сделала свои, и вот они поспели даже на корню. Вот смотрите, если вы хотите, например, нет у вас своих семян, но какие-то вот вам магазинные нравятся, я всегда так делаю, достаточно купить одну пачку. Вы одну пачку покупаете, вырастили рассады, например, там 12-20 штук, выбираете из них 5-6 рассады, самых сильных, и высаживаете. Когда они дают, то и слабые магазинные, мы отфильтровываем, мы их выбрасываем, берем сильное на племя, вот именно для того, чтобы взять свои семена. Когда они вызреют, лучше всего, конечно, их посадить пораньше, чтобы они вызрели на корню, с этих томатов берете, ну, самые лучшие, там, несколько штук помидор, которые вызрели, которые повторяют сортовые признаки, и вы берете с них свои семена. И вот уже на второй год, вот первый год они магазинные, они могли быть и слабые, и больные, вот на второй год, когда вы посеете свои семена, вы увидите разницу, будут крепкие, здоровые, такие томаты этого же сорта, именно магазинного. Он через 2-3 года, вот, выращивание своими руками и получение своих семян, он сорт сильно улучшается, потому что иногда покупаешь в магазине, и сорт вроде не нравится, они какие-то мелковатые, слабоватые, но стоит собрать с этого же сорта свои семена и посеять на будущий год еще раз сразу качество. Вот на третий год получаются вообще идеальные семена. Все, на этом я сейчас закончу. Вот тут еще что-то. Это именно вот те вопросы, которые, ну, я упустила, может быть, в первом видении, подумала про то, что вот про сроки хранения таких семян. А вот еще, демидово можно оставить на семена? Да, демидов, это сорт, его можно оставлять на семена. Все, вот кто у меня заказывает семена, все семена, которые я рассылаю, это все сорта. Если вам какие-то понравятся, потому что люди иногда выписывают, не зная, как они себя покажут, какая форма, иногда я даже в видео обзоры не смотрю, просто пишу по 10 штук разных. Вот все, когда посадите, вот это огромное количество сортов, 30, там 40, вы выберите, какие вам нравятся, с крупных, красивых томатов соберете свои семена, и на будущий год у вас будут, ну, если у вас, конечно, время позволит, собрать все это надо заквасить, перемыть, высушить, расфасовать, подписать, и на будущий год вы посеете, у вас уже будут свои семена. С моих томатов, вот которые я рассылаю, можно собирать семена со всех. Это все сорта, гибридов у меня нет. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это еще несколько подробностей о том, как собирать свои семена, сколько они хранятся, с каких томатов можно собирать, с каких нельзя. Короче, несколько подробностей еще. Субтитры сделал DimaTorzok